еще раз здравствуйте меня зовут олег тарасов у нас сегодня с вами очередная встреча прямом эфире вот мы с вами разговариваем о ю sky о технологии струнного транспорта и желаем этому миру мир во всем мире но сегодня как и всегда я начинаю за том что юниска стринг технологии создает экологичный безопасный комфортный транспорт который необходим всему миру до который имеет замечательную философию транспорт должен быть решением проблема них не источником и в наше непростое время когда действительно ценится и время ценится и ресурсы и человеческая жизнь действительно необходимо обращать обращать на это внимание то что сейчас творится но в то же время это в любом любой в любая война заканчивается мир поэтому ресурсы не бесконечные вы сами знаете все скажем так все что сейчас происходит в мире и конечно же человечеству необходимо пересмотреть свои отношения вообще к миру к ресурсам и так далее поэтому низкий предлагает вот такие комплексные решения что грузовые пассажирские потоки переносятся на второй уровень при этом улучшается значит транспорт перемещается над землей улучшается аэродинамика скорость безопасность экология и вот о чем я говорю что стоимость строительства эксплуатация оказывается значительно ниже что важно для стран всей всех стран и для европы и для америки и для стран африки вот и конечно же для россии для беларуси вот и хочется чтобы то что мы с вами делаем то что мы с вами встречаемся и к всякий раз мы об этом говорим наши мысли должны всегда быть о том что нашему транспорту быть но я сегодня специально зашел на коммерсант посмотрел что же там помимо войны еще рассказывается и вот конечно же такую статью нашел в общем то довольно таки быстро пробки правит балл да там была статья обзор на вот о чем мы с вами говорим что что же творится в мире и так далее вот пандемии не пандемии там большая статья о том анализируется насколько повлияло и вот смотрите пандемийный горд в москве оказался двукратным ростом числа дней сильными заторами то есть люди когда еще пандемию скажем так был сдержан транспорт но скажем так после того как стали стали вот это вот пандемии отходить на задний план то пробки выросли и сильнейшие заторы в 9 и 10 баллов выросла практически в два раза да вот значит получается что увеличилось не только пандемийные по сравнению с пандемийным годом да но и 2019 2018 годами также вот таких дней двадцать первом году но по прошлому году если смотри да суммарно было 53 и 9 дней из них было десятибалльными пробками что такое десятибалльные пробки это когда просто все стоит да и ничего не двигается вот ну и пробу приводится статистика что в двадцатом году таких заторов стоповыми баллами ни разу не наблюдалось потому что было пандемии вот но было зафиксирован 24 дня десятибалльными пробками в 2019 году десятибалльными вот мошку москву штормил всего три дня вот и там 9 баллов 21 день 21 раз так было вот но тут приводятся примеры когда происходит такие вот стоп пробки в 10 баллов это накануне 8 марта перед началом учебного года в конце августа получается и последнюю декабря неделю декабря да когда все собираются значит готовится к новому году да также десятибалльные вот пробки выстраивались феврале вот у нас тоже богат да там день святого валентина вот может быть 23 я не знаю ну и в общем то опять таки повторится что вся вторая половина декабря столица стояла практически ежедневно вот как говорится действительно вот этот вот фотография я не знаю есть ли на центре такие пробки ну наверное не бывают вот я стараюсь вообще скажем так как мои знакомые когда едут в центре конечно же они стараются обижать это все местами и вот так как моя супруга преподает восточные танцы в дворце профсоюзов это знаете октябрьская площадь да то там одна женщина в общем-то живет недалеко и буквально одну установку она решил на машине проехать ехала полчаса хотя пешком можно там за пять минут полагаете ну вот такие вот разуистические ситуации вот но и в общем то дальше говорится о том в этой статье приводится что средняя скорость это мы все сравниваем с тем что нужен ли наш транспорт да и вообще нужно ли что-то менять вообще вот средняя скорость движения в москве составляла 54 километра в час вот и они отмечают в общем до 100 это центр организации дорожного движения отмечает то что это также как и средняя скорость 2019 году но хотя ситуация остается такой что я наблюдается ежегодный прирост автомобилей на 100-150 тысяч машин в год вот и еще приводится пример что в 2019 2010 году на дорогах было 5,7 миллиона 2010 году до миллионов машин а в 2021 8 и 4 десятых миллиона машин то есть практически я не говорю что в два раза но в полтора раза вот за 10 лет выросла то есть рост ожидается и как там приводится еще пример что в общем то несмотря на то что вот ну как вот тот отмечает смотри как интересно еще сказывается на том что осадки влияют вот в декабре было вдвое больше двадцать первом году поэтому общем то вот такие вот и заторы да вот но скорость движения автобусов электробусов и такси по выделенным полосам на сейчас тоже в москве в минске наблюдается да вот выросла на 5 5 десятых процента то есть построили двадцатом году это они называют это очень хорошим показателем да но есть независимые эксперты вот и в частности есть такое движение синие ведерки вот почему синие ведерки вот тоже мне тоже заинтересовало вот какие у вас есть ассоциации почему синие ведерки занимаются вот каким-то там движением да ну сейчас подумайте немножко может быть какой-то мысли возник то я расскажу так вот координатор движения синие ведерки петр шкуматов напротив считая что собранные коммерсантом данные являются очень показательными ситуации в городе москва 2021 году ухудшилась вот но для тех кто заинтересовался такое детская синенькая ведерко почему так называют потому что данные данное движение она является таким общественным создано по инициативе в общем-то людей которые соблюдают правила дорожного движения вот и они вот эти вот борется с теми людьми которые ездят и якобы с мигалками то есть покупают эти мигалки ставят на себе на крыше и в общем-то ездит нарушая все мыслимые немыслимые правила дорожного движения поэтому вот эти синие ведерки они теперь в общем-то покупают вот это движение и скотчем прилепляет вот если они видят такое вот нарушение не просто прилепляет к этим машинам вот эти вот ведерки либо дарят эти ведерки этим водителям ну в общем то такое вот скажем так доброе но в то же время и такой знаете и хидное немножко такое действие вот такие вот ведерки прикрепляют на капота или на на крыше машин но такие дела вот так идем далее ну вот теперь мы возвращаемся к тому что все таки с транспортом нужно что-то делать ну и вот такая очередная значит выставка которую мы с вами уже анонсировали что она должна была пройти в 17 18 мая 22 году в обеденных арабских эмиратах в столице абу-даби да вот и участие выставки там принимал участие наша компания которая там представлена вот у нас директор есть там олег зарецкий человек который продвигает адресные проекты по региону мидл эстон да то есть стран мена региона да как называется то есть это мидл эст то есть ближний восток или средний восток там да и страны африки вот ну и вот такой был офис представлен в абу-даби вы знаете этот эмират который находится рядом с дубаем рядом шаржи да вот он самый большой считается и вот там была прошла эта выставка это скажем так уже было постфактум после скажем так выставки которого экспо проходила в дубае вот ну вот такой был представлен скажем стенд большой и вот наши материалы лежат наши модели естественно что там были люди которые приходили конечно которые более заинтересованные лица конечно же они мы узнаем рано или поздно что как они посетили именно шаржу чтобы непосредственно увидеть его очередь прокатиться на том что уже есть ну вот такой стенд и вот олег зарецкий вот он в общем то ведет беседы конечно же этих встреч было много вот частности представительство королевства бахрейн вот и обсуждаю технологии юска и да вот мы сейчас видим человек оттуда в я говорил о том что у меня там тоже есть знакомый который в общем то я тоже знал про эту технологию когда еще даже анатолий эдуардович что он свое время где-то видел это еще наверно в озерах это были слышал или даже видел в общем то человек такой заинтересован как бы так все время находится курсе событий поэтому он был очень удивлен когда вот я ему рассказал что мы строимся мы делаем и все потому что вот я в 2001 году слышал и даже я тогда еще не знал когда я начал предлагать вот и вот там же все разломали вот но оказалось что в общем то он был прав на то время склада нет мы только строимся в 2014 году отман в минске так далее но он был очень рад но вот мы говорили кстати с его тоже знакомым и с алексеевна умович в месте вот там тоже человек который сейчас живет и работает в бахрейне это же он в общем-то заинтересован то есть большой бизнес он уже в курсе что как и чего происходит поэтому такие вот встречи происходит и есть вероятность того что вот одни из тех людей которых мы видим на фотографиях так или иначе они не просто разговаривают с олегом зарецким они делают уже гадать далеко идущие планы вот строят далеко идущие планы и нам с вами остается только как говорится уповать на то что мы это узнаем все таки быстрее чем 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 не быстрее скажем так да вот но следующий вот человек это вот представители государства кувейт изучает инновационное решение да но вообще здесь нету фотографий но стенд а также посетили представители руководства ртей дубай это вот транспортные системы которые вообще то есть это организация который занимается транспортными системами дубая как конечно который уже хорошо осведомлено об уникальных возможностях юска и транспорта вот тем не менее серти а его как дубай ведется систематической работой по представлению sky транспорта конкретном проекте в дубае его когда олег зарецкий здесь был минске когда мы с алексеем новомовичем тоже имели честь не встречаться разговаривать он действительно разговаривал что очень идет конкурентная борьба и действительно вот тогда когда еще натуре дадыч говорит что было представлено 30 компаний и из них выбрали 4 и вот эти четыре среди них юнистский string technologies и действительно все равно как говорится таких инновационных решений нету вот но опять-таки принимают решения на очень высоком уровне и дальше смотрится мы с вами говорили о том что уже есть много иногда таких больших скажем так предположений что у кого-то там что-то делать и так далее но на примере илона маска с его тоннелями муж с вами объяснил рассказали что поговорили о том что ничего там несущественного не произошло да то есть вот эти вот его машина тесла ездит по тоннелям и в общем то даже очень многие были просто сильно разочарованы поэтому мы идем медленно но я вот чувствую такую силу напишите мне поставьте мне семерочки если вы тоже чувствуете такую силу что мы идем пусть мы медленно идем но мы идем настолько уверенно в общем то и настолько скажем так конкретно что сомнений быть не может естественно все хотим чтобы это было быстрее свершила чтобы уже открывали шампанское пили на самом деле я честно хочу сказать что это движение есть и она очень и очень скажем так под толстым слоем такого ковра скажем так чтобы мы не не спугнули но плюсики я вижу семерочки вижу спасибо вам большое за ваши за вашу реакцию вот поэтому я тоже это очень сильно ощущаю вот всем всей своей кожи и я просто уверен вот смотря на олега зарецкого я да даже знаю что сколько еще людей работает по адресным проектом и я просто уверен что мы это с вами скажем так дождемся и наверняка даже в этом году ну вот господин эронтон мне интересно все таки откуда он это все таки японец китаец не знаю вот он оказывается директор проекта не ом сити королевская в саудовской аравии вот он очень заинтересовался технологии а кто не помнит что такое не ом мы тоже с вами об этом говорили не раз и даже раньше мы показывали видео вот но так сейчас видео немножко тормозит здесь и вообще не работает иногда да то есть я вам решил напомнить о том что такой город не ом переводе получается него ну то есть это новое будущее в переводе там допустим него это в общем приставка новая а м это первое слово на арабском языке получается будущее вот новое будущее значит этот вот не он это задумал шейх и он действительно тогда сказал такую речь мы там тоже я вам зачитывал то есть видео показывал когда он сказал что все города нынешние вот мы как вначале посмотрели про москву с вами да они действительно сделаны для не для людей от для машин вот и поэтому он так и сказал что я хочу построить город в саудовской аравии новое будущее которое будет служить действительно для людей и вот и вносить настроиться с туристический город там есть значит он будет полностью он как бы хочет отказаться шейх вот чтобы от скажем таком нефти от газа хотя несмотря на то что саудовская аравия является членом опек и в первую очередь экспортируют как раз вот эти вот горючие смазочные материалы по всему миру да вот но в общем то вот желание есть питаться солнечной и ветровой энергии вот и всю рутинную работу там собираются передать роботом кроме того автомобили планируется чтобы они будут ездить только по подземным магистралям да а вот на небольшие дистанции жители могут добираться на велосипедах самокатах а на дальнее расстояние на скоростных поездах вот так же город будущее будет обеспечить ну как бы планирует бы хорошее было чтобы с хорошей экологии вот и которые сравнивают что современных мегаполисах с этим все плохо вот но в двадцать первом году несмотря на вот скажем так на то что очень много там денег насколько я помню там вроде вкладывалось 500 миллиардов долларов планировалось при том что это только первый такой транш до планировался вот такой ну в общем так двадцать первом году в не уме успели построить только аэропорт но планируется чтобы 24 году хотя вот там до 25 но как бы так вот такие первый срок это 25 года вот во четвертом году собирается принять первых туристах 30 году собирается стать крупнейшим центром туризма в регионе потому что саудовская арабия сейчас хочет в общем то догнать арабские эмираты вот тоже меняется там очень сильно отношение вообще к современному миру в общем то и поэтому вот первый такой город не он который очень красивый планируется вот он такой построить зеленый красивый и библи без транспорта да вот и второе что самое тогда интересным и тогда с вами рассматривали тоже была картинка это одно из часть неома это собирается там так и называется за line до город линейный город вытянуты вот в общем-то от побережья до пустыни там таких вот 4 участка там действия в общем то горный массив и сама пустыня и потом прибрежная вот и видите До самого края идет. По задумке такие жилые, рабочие, общественные кварталы, зеленые зоны будут располагаться параллельно друг другу вдоль этого длинного проспекта и по нему будет входить развитый общественный транспорт, благодаря чему можно быстро перемещаться по городу. Тут я вам опять попрошу поставить восклицательные знаки, потому что вот этот представитель, который именно главный человек по развитию НИОМа, он так заинтересовался. Я вот, например, даже тут и не сомневаюсь, что, конечно же, рассматривается скоростной транспорт Юницкого Флэш. И я думаю, что вот эти вот все задумки, чтобы это там прокопать под землей и так далее, но уже убедили, что даже самый богатый человек Иллен Маск, он и то не смог довести вот это все до ума, потому что, в общем-то, очень многие люди действительно боятся вот этих вот закрытых пространств. Тем более, как говорится, вот это вот где-то там в подземелье, что там и света нет, и не дай бог что-то случится, взорвется и так далее, все погаснет, и воздуха не будет хватать. Поэтому вот у меня личные ощущения складываются настолько сильно, что вот этот именно этот зелайн, он, в общем-то, обязательно, обязательно будет там рассматриваться транспорт ЮФлэш. Поэтому ваши восклицательные знаки, которые я еще не вижу, я буду рад увидеть, если вы тоже согласитесь со мной, что это наиболее самое правильное и наилучшее решение, которое может быть вот в данном случае зелайн. Вот, ну, дальше возвращаемся, значит, ну, вообще гостей было много, поэтому было представлено все инфраструктурные транспортные решения, вот, и, значит, любые решения, которые, да, в общем-то, которые необходимы для гостей, для партнерских отношений, вот, и, в общем-то, компания гарантирует высокое качество всех предоставленных услуг. Вот, также, ну, в общем, в общей сложности посетили, там, я еще повторюсь, Королевство Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн, Кювейт, Арабская Республика Египет, были представители, вот, и, в общем-то, участие в этой выставке Road in Traffic Expo Middle East, несомненно, увеличивает маркетинговый потенциал ЮСКТранспорт, вот, Инфраструктур Технологии, которые в настоящее время являются действительно инновационным, экономичным, экологичным, чистым решением для инфраструктуры и транспорта, вот, поэтому, видите, Олег Зарецкий там работал, в общем-то, не покладая рук, вот, рассказывал, показывал, вот, ну, в общем-то, ждем дальше, скажем так, еще какие решения будут приняты по итогу этой, этой выставки. Спасибо вам за касательные знаки, один, но все равно спасибо. Но, в общем-то, еще вам расскажу такую вот статью, которая была представлена на ресурсах, это вообще ход строительства центра ЮСКИ. Вы знаете, что в Шарже он сейчас строится, вот, на этом транспорте я лично катался, вот, было интересно, и, в общем-то, вот сейчас такой обзор, да, вот, 21-й год, чем он ознаменовался, и что мы сейчас имеем в 22-м году. Значит, трек номер один, действительно, он был первый построен, вы знаете, что сначала он просто вот это вот, наш Юнибус, он просто стоял, не двигался, и шейхи приезжали, заходили внутрь, любовались, смотрели, трогали, сидели, но не ездили, да, вот, и поэтому сейчас вот это все уже ездит, все функционирует, это наш первый испытательный трек, он всего, всего 400 метров, вот, но он содержит что в себе? Станцию технического обслуживания, значит, подвижного состава, значит, там и диспетчерская есть, вот, и электрическая комната, северная комната, комната, мастерская и так далее. Значит, пассажирская станция, вот, откуда, откуда мы заходим, в общем-то, с одной стороны станция представлена, с другой стороны вот это диспетчерская, потому что мы, например, так ездили, да. Далее, промежуточные опоры, анкерные опоры, да, две анкерные опоры, то есть показано, как оно есть, вот, наши анкерные опоры в виде вот диспетчерской станции и пассажирской станции, и две промежуточные опоры вот в такой формы, очень интересные, да, красивые, вот, и сделано. Значит, дальше, сама, получается, струнный рельсовый, гибкий струнный рельс, вот, путь, дальше, система электроснабжения, связи, строительные услуги, водоснажение, канализация, там все представлено, и представлен еще U-Sky, не только пассажирский вот это, что сейчас на картинке, но и грузовой. Вы знаете, мы уже показывали, ну, там еще будет у меня рисунок в конце, там, да, покажу. Значит, вот это вот, нам не показывали вот эту ночную съемку, но я посмотрите еще раз, я говорю, для тех, кто вот, есть это видео, там можно так и набрать, что, значит, функционированные вот данного комплекса не только днем, но и ночью. Вы посмотрите, какая красота, вот, действительно, как я о чем говорю, что вот это вот, это я взял скрин, значит, с видео, вот, поймал вот так вот, вот, и действительно, меня, например, очень впечатляет, если вот такие вот тихоходные, бесшумные, в общем-то, такие вот, такой вот транспорт парил бы, вот у нас здесь в Минске, либо где-то в какой-то там, я не знаю, в другой столице, там, я не знаю, европейской, либо, я не знаю, в тех же Эмиратах, ну, понимаете, очень красиво, в общем-то, бесшумно, тихо, и самое главное, красиво, вот, у меня эта картинка завораживает, поэтому, в общем-то, вот этот транспорт испытывали, вот, как я говорю, в реальных условиях, и в начинное, и в дневное время, и вот, и исследовали, значит, и расписание, какие там, какое может быть функционирование автоматического управления, в общем-то, в общем-то, все, все отработали, все и сделано, поэтому следующий этап, это у нас, да, еще хочу сказать, что очень важно было то, что в 21 году получили вот этот вот сертификат, обязательно, который, без которого было бы очень тяжело двигаться дальше, и этот сертификат, он, в общем-то, относится не только вот, допустим, ну, то есть, относится к многим вещам, то есть, предварительно напряженная струнная транспортная стакада, это сам пассажирский вот этот юпот, это анкерная опора, промежуточная опора, пассажирская станция, вот, станция технического ослуживания и система автоматического управления, вот на это все получен сертификат, и когда Анатолий Эдуардович тогда говорит, что теперь нам развязало руки, и мы как раз с получением данного сертификата мы уходим от стадии стартапа в стадию коммерческой реализации, потому что эта сертификация позволяет говорить о том, что наша вот эта технология, она действительно безопасна, это самое важное то, что здесь может использоваться, то есть, без данного сертификата двигаться где бы то ни было, не было бы возможности никакой, вот, поэтому этот сертификат был получен, и вот сейчас, смотрите, у нас в настоящее время две испытательные трассы сейчас строятся, мы с вами об этом тоже говорили, значит, там уже будет жесткая струнная, да, эстакада, вот, значит, она одна из них получается 46 промежуточных опор, расстояние 46 метров, значит, там завершены строительные работы на одной анкерной опоре, завершен фундамент и отлит нижний уровень бетонных, вот это вот второй, да, вот и продолжаются работы по подключению электросети, которые запланированы на осень уже 22 года. Вот вторая наша, это получается 8 анкерных опор, уже с расстоянием 144, 288 метров, вот, дальше идут, значит, подготовительные работы по заведению конструкции струнного рельсового пути, вот видите, там уже будут уже, то есть сама вот эта анкерная опора красивая, она уже стоит непосредственно, сейчас вот уже там монтируют, да, продолжаются работы там по подключению электросети, завершена, собственно, разработка и сборка новой модели подвесного пассажирского транспорта ЮПОТ Ю4-212-01, то есть вместимостью 25 пассажиров, то есть, вы знаете, одна у нас будет для Юниконтов, которые будут уже перевозить 40-футовые контейнеры, да, а другая будет новый пассажирский, вот этот транспорт на 25 пассажиров, вот, на испытательном треке номер 4. Вот такие у нас интересные новости, которые, в общем-то, все строится, двигается и продолжается, вот, конечно же, хочется там это там быть, пощупать, потрогать, вот, но я думаю, что если там, надо сказать, что к осени планируется вот это вот завершить, то можно предположить, что, возможно, осенью я, например, бы очень хотел бы там оказаться, но посмотрим, как что все будет у нас в мире вообще развиваться и так далее, вообще очень интересно, конечно, там все это лицезреть и видеть это воочию, вот, ну, и вот такой интересный взгляд, то есть, мы говорим о том, что была выставка, а вот уже непосредственно, вот, пока там Олег Зарецкий занимался в Абу-Даби, здесь вот у нас Денис Юницкий, вот, он принимал, скажем так, человека, который приехал из Великобритании, вот такой, знаете, профессиональный взгляд, брошенный из Великобритании, да, это доктор Лосон Мумбус, вот, это он занимается организацией, значит, железной дороги в Африке, вот он сам инженер железнодорожный, тренер, преподаватель железнодорожного машиностроения из Лондона, значит, хотя он вот сам преподает в Лондоне, но он, в общем-то, прибыл к нам в центр сертификации, иская, чтобы лично, значит, убедиться, что это все есть на самом деле, больше узнать об испытаниях, эксплуатации и так далее. И смотрите, вот, значит, он сам, скажем так, понимает, что строительство обычных маршрутов чрезвычайно дорого, особенно там, где-то все сложное, невозможно в регионах, где сложный рельеф местности, либо водные преграды, либо там вот как тут вот пустыни и так далее, вот, почему он это, в общем-то, очень все рассматривает, потому что он преподает, я так понимаю, в Лондоне, но на самом деле он заинтересован в строительных дорогах по Африке, вот, так что, значит, он также говорит о том, что строительство жилых комплексов в горных районах, в джунглях, в тропических лесах, в пустынях может быть намного дешевле, вот, если будут такие вот доступные транспортные средства, то есть, говорится о том, что когда будет дорога, которая может подвести все вот эти строительные материалы, тогда будут строиться города, вот, и, в общем-то, жилые комплексы, какие-то заводы и так далее, вот, ему все это рассказали, показали, вот, показали тропический Юникар, показали, скажем, ну, вот тут говорится о том, что, видите, что в тропическом, значит, наш тропический индивидуальный Юникар, вот, в тропическом исполнении, вот, где засушливый климат, где температура 55 градусов по Цельсию и выше, вот, и, в общем-то, он сам лично, вот, обратил внимание, вот, опять-таки, на грузовой транспорт, опять-таки, вы помните, что 100 миллионов тонн в год, либо получается, мы говорили о том, что 100 тонн будет стоить, да, на, перевозить на 1 километр всего 1 доллар, то есть, вот, это тоже просто фантастика, ну, пока еще у нас 20-футовый здесь контейнер писталь, но в скором будущем мы уже будем видеть вот эти Юниконты, которые будут перевозить огромные, огромные, 40-футовый контейнер, 50 тонн всего получается масса нет, да, вот, ну, и вот, значит, гость, вот он, это вот Африка, вот, чтобы вы понимали, это вот, если вот большая Африка, как вы ее представляете, и вот, значит, здесь Нигерия, значит, он узнал об эффективности, экологичности, безопасности, высокоскоростного электромобиля ЮФлэш, вот, то есть, его тоже интересно, потому что он заинтересован, будучи экспертом в своей области, он активно взаимодействует с Африканским Союзом, участвующим в развитии железнодорожной инфраструктуры на Африканском континенте протяженностью 58 тысяч километров, то есть, он хочет, чтобы соединить Африку с севера на юг и с востока на запад, и вот, в частности, он сейчас рассматривается маршрут протяженностью 12 тысяч километров, это довольно-таки большой маршрут, действительно, который, в общем-то, предположительно, должен быть реализован до 2026 года, то есть, если сейчас, скажем так, 22-й год, то, да, вот за 4 года планируется построить маршрут, рассматривается 12 тысяч километров, и вот я вам стрелочкой тут поставил, значит, город, который называется Калабар, Калабар, вот, ну, не знаю, в общем-то, столица штата, Кросс Ривер, это Нигерия, а вы знаете, у нас Нигерия является очень активным, скажем так, вообще как страна, партнером, да, Sky World Community, поэтому я думаю, что не без этого тоже произошло, и вот через этот вот Калабар должна проходить трасса, которая, вот, в общем-то, будет соединять вот этот портовый город, там, другие какие-то регионы, ну, всего это 12 тысяч километров, ребят, поверьте, что это очень здорово, потому что, когда мы даже говорили, что первое тут, вот там, я помню, во Вьетнаме, вот там, там, то ли полтора километра, то ли два километра, там, вот, до какой-то пагоды нужно протянуть эту дорогу, и уже, ну, хорошо, хорошо, потом мы говорили о том, что, вот, и в Могилеве планировалось там, да, тоже небольшая дорога, там, в общем-то, когда-то, ну, там все такие маленькие маршруты, конечно же, вот сейчас, вот, в Марьиной горке там планируется тоже там, скажем так, сколько там, 800 метров, сколько будет дорога, а здесь 12 тысяч километров, вот, я думаю, что очень здорово будет, если, когда это все будет подписано и будет начнется делать, в общем-то, очень здорово, поэтому я тут тоже предлагаю поставить знаки лайки, какие-то поставить, либо, скажем так, поприветствовать, что все-таки это очень интересное предложение, если оно, скажем так, дойдет до своего логического конца, и, в общем-то, потому что время действительно сейчас очень дорого, и, конечно же, те возможности, которые предлагает Юска и Сыринг Технолоджес, это очень и очень, скажем так, по деньгам, по экологии, по безопасности, по перевозкам, это вообще несравнимо, поэтому, опять-таки, говорю, что очень много, скажем так, интересных проектов, которые, ну, практически это всем нужно, ну, в общем-то, двигаемся дальше, смотрим, что получится. Ну, подарили доктору Лоусу, ну, там, Мугу Су, значит, подарили книгу Анатолию Эдуардовичу, «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», вот, конечно же, он сказал, что он приложит, выразил желание приложить все усилия, чтобы захватившая его идея, в общем-то, стала реализация странных струнных проектов, транспортных проектов Юска и на Африканском Тиненте была реализована как можно скорее. Ну, дай бог его слова до богу в уши, в общем-то, мы только за, вот, и, конечно же, я говорю, что дела не делаются так быстро, как слова произносятся, но, в общем-то, я говорю, что, конечно же, я просто уверен, что это этому быть и, скажем так, да и другого не именовать. Вот, ну, почему я показываю свою сестричку, хотя уже Алексей говорил, вот, потому что она, в общем-то, 20 какого, 4-го числа, то есть в понедельник, да, закрыла статус эксперта, то есть у меня две сестры, Ольга, Вероника и Наталья, вот, и вот сначала Ольга закрыла эксперта, сейчас Наталья закрыла эксперта, вот, и я, скажем так, со своим мастером уже догоняю своих сестричек, ну, чему я, по большому счету, несказанно рад, вот, потому что можно, я говорю, если такие партнеры есть, так тут можно и эксперты перепрыгнуть, сразу прыгнуть в топ-эксперты, вот, поэтому я Наташу поздравляю, вот, от себя, и, конечно же, желаю, вообще, что вот развитие вот этого региона Латинской Америки, они, конечно, очень здорово взялись, и это, конечно же, и вот эти мастер-классы, которые Наташа рассказывает, и так, как они работают, и вообще, они, в общем, трудоголики, и Ольга, конечно же, сама не боится, и не просто там читает онлайн, где-то рассказывает все, она даже берет вот эти страны, посещает, поэтому я их очень люблю и очень несказанно рад, что они вообще пришли в этот бизнес, потому что вот когда смотришь на таких людей, тем более ты понимаешь, что это твои сестры, это, в общем-то, вызывает им большую такую радость, и в то же время большую ответственность вызывает, потому что я уже Лешу неоднократно говорю, что Леша, когда-то мы тут рассказывали и показывали, а теперь девчонки нас обогнали со всех сторон, поэтому надо что-то делать, надо как-то догонять их, вот, по крайней мере, мне, и соответствовать моим сестричкам, поэтому поздравляю, Наташа, тебя еще раз вот в личку поздравил, а теперь вот еще на выгодной, вот. Ну, в общем-то, приходите, интересно, слушайте, я, к сожалению, не нашел ту фотографию, в которой она была, вот, когда она ушла с этой нелюбимой работы, вот. И сейчас, конечно, это действительно такая вот замечательная, красивая женщина, бизнес-вумен и успешная вот предпринимательная вот в нашей структуре, вот. Ну, опять-таки, мы с вами говорим о том, что повторился это, да, я тоже сейчас спрошу вас, как вы там напишите, как вы там произносите ли вот эту вот, генерировали вы эти мысли вот на протяжении двух недель, как мы уже говорим, какое время, вот. И самое короткое, что я вот сегодня нашел, чтобы наша энергия с вами шла в нужном русле, вот, я говорю, что я как-то принесся на 11 часов больше, да, вот. Но, опять-таки, я говорю, даже если мы с вами говорим кто в 8 часов, кто в 11 часов, вот у меня такой короткий слоган, и я вот так нашел «Дорогу небесным дорогам Юницкого». Вот, то есть, действительно, вот эта короткая фраза, может, она емкая, если она вам нравится, вы можете ее применять, «Дорогу небесным дорогам Юницкого». Вот, на этом у меня все. Леш, выходи на связь, как тебе этот слоган? Вот, как оно так, оттачивается ли тебе, вот это, отзывается ли тебе, вот. И кому отзывается «Дорогу небесным дорогам Юницкого», тоже поставьте плюсики, вот. И, скажем так, на этом, на этом, то есть, мы тоже так будем говорить. Леш, как тебе этот слоган? Ну, я бы его еще бы немножко сократил бы, написал бы «Дорогу дорогам». «Дорогу дорогу», «Дорогу дорогам Юницкого», можно еще так, более конкретно. Ну, можно как угодно, в общем-то, мне «Небесной дороге» нравится, поэтому я так «Дорогу небесным дорогам Юницкого», ну, если кратко, да, то «Дорогу дорогам Юницкого», можно и так сократить, вот. Ну, вот такие дела, конечно, все, скажем так, движется, все меняется, и нам хочется, возможно, тем людям, которые вот сидят здесь в Белоруссии, и там мы уже ждем, скажем так, каких-то, может быть, новостей. Будет ли у нас тут что-то, да, вот, Леш, может, ты что-то сейчас скажешь по поводу «Экофеста», вот, но я знаю, что у тебя есть тоже какая-то информация по поводу все-таки проведения необходимой конференции, да, то есть, как бы, пожелание есть такое там от руководства. Расскажи, пожалуйста. Ну, да, во время, получается, ковидных вот этих вот времен был полный переход вот в формат вебинаров, вот, а сейчас уже, так как, в принципе, во всем мире снимаются всевозможные ограничения, вот, ну, и на путешествия и так далее, вот, ну, и на такие встречи тоже снимаются ограничения, поэтому тоже вот у нас, ну, одна из, как бы, одно из пожеланий, да, фонда, чтобы начались такие встречи уже вживую, вот, ну, и у меня мысли есть, что, может быть, 30 июня, вот, можно будет также в четверг собраться где-нибудь, ну, в конференц-зале в каком-то, ну, вживую, вот, это первый вариант, вот, и еще один вариант, может быть, собраться где-то в Марьиной горке, вот, может быть, там какой-то под шатром, там, я не знаю, или... Под шофе. Да. Ну, вот, два, или сейчас, в принципе, лето, поэтому можно и в Марьиной горке, вот, ну, или просто в таком же формате в четверг 30-го числа можно тоже. Ну, вообще, вообще, вот, конечно же, кто не был в Марьиной горке, вот, у меня, допустим, есть люди, которые ни разу не были в Марьиной горке, я знаю, что вот те практически все люди, которые вот приходят к нам на вебинары, очень многие там были, а, в принципе, есть много новичков, которые говорят, а, где-то что-то, как-то, чего-то, и вот мне, конечно, Марьиной горке больше нравится, вот, и поэтому я думаю, что это можно обсудить будет в чате, там, в Вайбере, да, где-то, или где мы там больше общаемся, вот, даже, может быть, Леш, ты такой, как бы, может быть, сделай такой, может, опросник там, где, когда, в какое время, то, что если ты говоришь 30-го, это четверг будет, я так понимаю, да, может, не всем этом удобно, вот, в то же время, если это, скажем так, как была конференция, допустим, вот, последняя в Минске, ну, тут тоже, как бы, так вот, ну, так же мы вот говорим, там, вот, мне кажется, мне, ну, у меня личное ощущение больше, что, когда это вот все увидишь, действительно, на природе там, и можно и рыбку половить, и поразговаривать, и посмотреть, и даже если мы не попадем в экотехнопарк, мы, по крайней мере, можем увидеть, а может, уже будет работать эта трасса для рыбака, которая там, в общем-то, вот, поэтому, я, конечно, буду сейчас замарить на горку, да, ну, да, ну, там сейчас летний период, поэтому, как там будет, ну, свободные места, чтобы, потому что, тоже заранее, все тоже на лето занимают, в прошлом году, я помню, вообще, там были выходные, когда вообще никого не пускали, то есть было эксклюзивно, там, арендовано каким-то банком, поэтому тут надо уже звонить, снимать. А вот кто есть здесь, вот, давайте сейчас вот отметьте, как, куда вам вообще нравится, идея собраться, вот, оффлайн, в Мариной горке, вот, если там, давайте поставим десяточки, кому нравится, вот, и вообще, как бы, и будет, будут ли люди, да, если организовать, может, даже транспорт можно будет, как-то там, может, я не знаю, там, может, тогда было бы хорошо, вот, интересно ли эта идея, вот. Не видит, не видит, ну, вот, да, там, я тоже поставлю десятку, чтобы для массовости консольства. Ну, ну, в общем, можно будет сделать в Вайбере такой опросничек у нас в основном. Опросник, да, да, кто сможет, кто это, может, там, люди приедут в других регионах, да, ну, надо подумать, поговорить. Ну, вот в чем такие вот новости у нас, да. Леш, может, что-то еще ты хотел добавить, может? Ну, в принципе, нет, единственное, что круто, что я про него затронул, так вот, прямо на карте показал, да, находится, получается, он прямо напротив Шарм-эль-Шейха, то есть, и такое можно будет. Ну, да, там же такая, может быть, там, какая-то есть такая вот идея, это, может быть, соединить все это, всю вот эту вот Африку, вот таким вот образом, и что будет, может, там, из Египта тоже приезжали, и тоже такая будет, может быть, тоже туристическая. Да, туда-сюда, через пролив будет гонять. Может, что-то, да, здорово. Ну, вот такие дела. Тогда, в общем-то, всех рад был видеть, вот, ждем новостей, какие-то новости мы не можем говорить, какие-то новости мы ждем сами, да, вот, и, в общем-то, ждем официальных новостей дальше, вот, что, как и так далее, да, Леш? Ну, а опросник Леша сделает. Всем спасибо большое, да, может, какие-то вопросы есть? Так, вопросов нет, вот, Волков Владислав поставил 10 нам, готов, наверное, приехать на горку. Спасибо, Владислав, да, я сейчас только обратил внимание, что это вы поставили, да. Вот, да, очень было здорово бы повидаться, и, да, я сегодня, кстати, ваш тоже вебинар смотрел, спасибо вам большое, вот, тоже иногда смотрю, подпитываюсь, Алексей, я хотел сегодня поставить тоже, Леш, вот это вот, как все начиналось, вот, Владислав рассказывал, как все начиналось, и вот этот есть ролик, и я его просто не смог поставить, вот Владислав тоже ругался, что все-таки тяжело нам работать с Мирополисом, потому что видео все-таки тормозит, вот, и вот этот ролик я пересмотрел, и когда закапывали капсулы, вот, на 100 лет, на 50 лет и на 15 лет, вот, и вот это вот первое-первое, там вообще действительно все просто пустырь, и ничего нету, поэтому ролик был замечательный, я там, Алексей Суходуев такой молодой, и вообще мальчик еще, так что Саша твоя маленькая там бегает тоже, вот, так что очень здоровский ролик, поэтому, вот, если перейти в Zoom, возможно, будет даже интереснее, вот такие вот дела. Ну, тогда все на сегодня, спасибо за участие, спасибо за активность, вот, вот, до новых встреч. И нет, который, привет, нечастый гость у нас, вот, привет в Польшу, ну, и, да, всем всего доброго, вот, до новых встреч через неделю. Да, пока-пока. Пока-пока.